1 октября день Х. До этой даты все федеральные льготники, которые имеют права на бесплатные лекарства, должны определиться. Будут ли они получать препараты или денежную компенсацию за них? Что предпочитают льготники Чувашии? Об этом Ольга Пырочкина. Бесплатное лекарство или денежная компенсация. Для Владимира Ларионова, который уже больше 10 лет является федеральным льготником, ответ очевиден. В последнее время букет болезней, три инфаркта, диабет второго типа, ну и соответствующим образом большой список лекарств, в том числе и довольно дорогих. Я предпочитаю получать все-таки лекарства в натуральном виде. Причем последние, ну по крайней мере 3-4 года в этой сфере порядок навели достаточно хороший. И вот с первой аптекой у нас почти семейные отношения. И меня этот вариант устраивает полностью. Владимир Николаевич рассказывает, если лекарство, которое прописал врач, в аптеке не оказывается. Он просто оставляет рецепт и максимум через неделю ему звонят домой и приглашают забрать препарат. Впрочем, такие хорошие отношения с провизорами складываются не у всех. Деньгами лучше, потому что я любое время могу купить. Я, например, инвалид второй группы, и у меня, которые мне нужны, их нет. У меня вот камни на почку, я говорю, у нас какие-то. А у нас таких тоже нет. А вы как думаете, выгоднее? И я решила деньгами. Решить, что им удобнее, получать соцпакет или компенсацию, федеральные льготники должны до 1 октября. Специалисты Минздрава советуют взвесить все за и против. Все же каждому гражданину необходимо подойти к решению данного вопроса с максимальной ответственностью, так как практика показывает, что вернуть набор социальных услуг в течение года достаточно все-таки проблематично. В 2016 году в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике обратилось более 200 человек с вопросом о досрочном возврате набора социальных услуг по причине изменения лекарственной терапии и назначения более дорогих препаратов. Вернуть соцпакет может и проблематично, но, возможно, отмечают специалисты государственной аптечной сети. Просто на это потребуется время. В регистр долгов Пенсионный фонд включает. Порой бывает до 20-25 дней. А пока пациент не появится в регистре, рецепт ему не могут выписать. Итак, для того, чтобы принять решение льготников чуть больше недели, будьте здоровы. Ольга Пырычкина, Олеся Русакова, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Республика.